Камчатка 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 и естественно рассчитывают, что в улове окажутся достойные экземпляры. Но очень часто бывает, что в силу разных обстоятельств рыболову приходится довольствоваться тем малым, что позволяет взять матушка природы. Подобный случай произошел в Авачинской бухте. Вся ее мелководная часть оказалась заполненной мелкой дальневосточной навашкой. Однако любители подледного улова из Петропавловска-Камчатского, ориентируясь на неведомые столичным пришельцам приметы, ожидали подхода рыбы совсем иного вида, которая хороша как на крючке, так и в кулинарном отношении, а именно корюшки. Интересной и характерной особенностью свежепойманной представительницы этого семейства лососеобразных является запах свежего огурца. Поскольку все рыболовы собрались именно здесь, что происходило в тот момент на другой части акватории бухты, осталось невыясненным. Надо сказать, что многие рыболовы используют одну и ту же снасть при лове разных видов рыб, если характер клево схож. В данном случае удочки, оснащенные для лова корюшки, вполне подходят и для ловли на ваге. Отмечено, что на больших водоемах, где часто бывают массовые подходы активной рыбы, в обустройстве снастей полезно применять многокрючковые ставки. В качестве насадки используются наживки или искусственные приманки. Такое положение обусловлено тем, что за время прохождения стаи перед рыболовом встает задача поймать максимальное количество рыбы. Многокрючковые снасти наиболее обычны для морской рыбалки. Их нельзя в полной мере считать любительскими, скорее всего они относятся к мелкопромысловым орудиям лова. Для ловли на ваге местные рыболовы предпочитают использовать животные насадки. Это позволяет ловить как на игру, так и в режиме пассивного ожидания. Наиболее распространенной наживкой является обыкновенный земляной червь, которого запасливые любители заготавливают с осени. Но некоторые местные асы используют также и морского червя, действующего безотказно на любую рыбу. Технические приемы, используемые камчатскими рыболовами, достаточно просты, но отточены естественным отбором и идеально соответствуют местным реалиям. Разумеется, техника ловли на многокрючковые снасти несколько отлична от техники ловли на некрупные блесны. Мы уже неоднократно обращали внимание наших зрителей на тот факт, что для многих местных рыболовов рыбалка не только способ ненадолго забыться от семейных проблем и увлекательное занятие. Хороший лов является существенным подспорьем в борьбе за существование, поэтому нередко бывает, что на рыбалку отправляются и супружеские пары. Как не относить к этому факту, но было давно подмечено, что женщина, освоившая рыбацкую науку, нередко становится серьезным конкурентом мужчинам-рыболовам. Уж и не знаю, какие механизмы стимулируют мужа в присутствии жены на рыбацкие подвиги, но уловы у супружеских пар часто оказываются довольно солидными. Надо отметить, что дальневосточная навага относится к рыбам, обитающим в прибрежной части моря. С наступлением предзимья она начинает готовиться к нересту. Рыба подходит к береговым отмелям, мелководным устьем рек заходят в неглубокие заливы. Любительская ловля наважки в Авачинской бухте для жителей Петропавловска-Камчатского является сезонным занятием и производится только в зимний период со льда. Причем с декабря по февраль в уловах присутствуют только сигалетки. Это связано с тем, что половая зрелость у дальневосточной наваги или в Авачине наступает в двухлетнем возрасте, а ее нерест происходит при низкой почти до минус двух градусов по Цельсию температуре воды. Обычно у берегов Камчатки это бывает в январе-феврале, и напомню, что вода не замерзает из-за сильной солености. Выметывание икры происходит в местах с иллистопесчаным дном, на глубинах от двух до десяти метров. Важным условием является наличие сильно выраженного отливно-приливного течения, обеспечивающего хороший кислородный режим воды. За месяц перед нерестом и в период нереста в Ахне практически перестает питаться, поэтому в это время она не встречается у ловых рыболов. В тихую и солнечную погоду трудно усидеть дома, и все новые и новые рыболовы продолжают пребывать на акваторию бухты. Кто пешком, а кто на автомобиле, и устремляется к своим любимым местам. Мелководная часть шельфа довольно обширна, на нем собралась большая масса навашки, поэтому рыболовы равномерно разместились по льду, не мешая друг другу. В Ахне, как и многие другие рыбы, неравнодушны к подвижным приманкам. Рыболовы давно заметили эту особенность, и при обустройстве снастей привязывают крючки или блесны к основной леске на поводках, и тем самым обеспечивают дополнительную подвижность приманки, даже при незначительных движениях удильника. Такая подвеска нередко провоцирует хватку рыбы на паузе после взмаха, то есть в тот момент, когда крючки с насадкой свободно опускаются вниз. У тех, кто правильно сумел подобрать темп игры, количество результативных поклевок бывает максимальным. Для наших экспедиционеров вопрос о том, какие снасти должны использоваться при ловле на вашке, был решен быстро. Понаблюдав за системой ловли и манерой игры местных рыболовов, они смело решили применить мормышечные удочки и блеснильники, приспособленные для ловли некрупного окуня. Такое оснащение вызвало неподдельный интерес у камчедалов. Как нередко бывало в подобных поездках, у местных рыболовов при виде наших снастей возникли сомнения в их надежности. Кстати, в то же время мы обратили внимание, что планшеты, которыми пользуются местные рыболовы для транспортировки зимних удочек, достаточно удобны. Удильники, оборудованные различными оснастками, пригодны для ловли любой рыбы и всегда находятся под рукой. Прочность и уловистость своих снастей наши экспедиционеры решили показать, как говорится, в боевых условиях. Средняя уралочка на леске 0,1, испытанная неоднократно на подмосковном окуне, по общему мнению, должна быть по вкусу и вахней. Ее можно было использовать как в безнасадочном варианте, так и с подсадкой наживки. Действительно, скоро последовала поклевка, и навашка-сигалецка стала трофеем рыболова. К слову, надо сказать, что дальневосточная навага крупнее своей северной родственницы. Промысловикам в Тихом океане иногда попадались экземпляры длиной до 55 сантиметров и весом более 1 килограмма, тогда как северная навага, обитающая в морях Северного Ледовитого океана, редко бывает длиннее 45 сантиметров при весе до 700 граммов. Напомню, что основной рацион вахни составляет пока плава, десятиногие рачки и мелкие моллюски, но при определенных условиях на беденном столе может оказаться и рыбная молоть, в том числе и своя собственная. Сигалетку наваги, так же, как и прочим хищникам, свойственен инстинкт, заставляющий преследовать движущийся предмет. Исходя из этого, наши рыболовы приспособились ловить навашку на мелкую окуневую блесенку. Причем, в отличие от практики, принятой у камчедалов, к леске привязывалась только одна блесна, а на крючок наживка не насаживалась. На такую приманку ловились более крупные рыбки, хотя поклевки были несколько реже, нежели у любителей подледной ловли с иным оснащением. Узмахи при блеснении нашими искателями приключений выполнялись плавно, так как это делается при охоте на малоактивного речного окуня. Однако хватки рыбы были резкими и решительными. Порой казалось, что вместо навашки на льду вот-вот окажется полосатый матросик. У петропавловских рыболов дела шли тоже неплохо. Способ одновременного блеснения на две удочки или ловни на махалке в данных условиях показал себя довольно уловистым. Этот прием не имеет широкого распространения среди любителей зимников в средней полосе России. Такая техника ловли, по нашим наблюдениям, чаще всего встречается в местах богатых рыбой или там, где бывают ее массовые сезонные скопления. Несмотря на внешнюю простоту, ловля таким способом требует от рыболова хорошей координации движений и быстроты реакции. Тем не менее, классический вариант охоты на рыбу с зимней блесной является более универсальным и позволит себе высказать, возможно, спорную мысль более честным и уважительным по отношению к рыбе. Обычно рыболов-блеснильщик, подобрав необходимый темп игры, наблюдая за кивком, размышляет о чем-то постороннем, иногда даже не связанном с рыбалкой и постепенно погружается в состояние подобной медитации, отдыхает заботы, проблем. Конечно, чем больше в оснастке использовано крючков, тем выше вероятность поклевки и поимки добычи, но это снижает оздоровительно-медитативный аспект рыбалки и пробуждает в ловце низменный азарт, более характерный для любителей бегов и комплектной псовой охоты. Несповедимыми и странными бывают пути рыболовов. Порой после многодневного похода в дальние рыбацкие Эльдорадо приходится уезжать почти пустым. Поэтому активный клев даже некрупной рыбы для рыболова, оказавшегося в таких условиях, является в определенной мере целительным бальзамом, который поддерживает в нем оптимизм и надежду. Поэтому лов продолжается и вскоре, вопреки нашим рассуждениям о рыбалке, как в форме медитации, в ней появляется некий элемент негласного соревнования. Среди местных рыболовов есть выдающиеся мастера. Чтобы снасть позволяла достаточно своевременно регистрировать поклевку, внизу у них устанавливаются обтекаемые формы грузик, которые постоянно обеспечивают натяжение оснастки, тем самым повышая ее чувствительность. Ну а острые крючки блесен не позволяют на ваге безнаказанно сдергивать наживку. Конечно, повадки ваг неизвестны местным рыболовам до мелочей, и общее количество крючков у них в оснастках намного больше, чем у нас. Но зато наши экспедиционеры имеют в запасе богатый опыт ловли мелкой рыбы на тонкую снасть, поэтому чаша весов склонялась то в одну, то в другую сторону. Глубина в месте ловли не превышала одного метра, поэтому после подсечки рыба моментально оказывалась на льду. В лове попадался еще один обитатель прибрежного мелководья – бычок. Но его было немного. Видимо, навага вытеснила местного хозяина в иные заводи. Кстати, еще одной интересной особенностью ваг не является то, что в отличие от многих других видов рыб, она наиболее комфортно чувствует себя в холодной воде. Это связано с эволюцией вида, проходившей в бассейне морей Северного Ледовитого океана. Именно оттуда часть популяции переместилась на жительство в Тихий океан, сохранив высокую приспособленность к низким температурам. Такая особенность позволила наваге благополучно расселиться в северные его части, заняв свободную и с нашей точки зрения необычную по температурным условиям экологическую нишу. Ну а в гастрономическом плане практически бескостное нежное мясо наважки, обжаренное на сковородке с лучком и перчиком, избрызнутое затем соком лимона, вызывают законный интерес у любителей рыбных блюд. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова